В эфире информационная программа события. Здравствуйте в студии Светланы Новосельцева. ЧП на Мичурино. Сегодня около трех часов дня в милицию поступил звонок о заминировании почтового ящика в девятиэтажном доме. На место срочно выехали спасатели из дома и эвакуировали людей. Специалисты действительно обнаружили предмет, похожий на боевую гранату, ее обезвредили и передали экспертам-криминалистам. Проводится расследование. Подробности в следующих выпусках событий. С приближением зимы активизировались поставщики топливно-энергетических ресурсов. Там, где между ними и управляющими компаниями есть посредники ПТС, с оплатой за газ проблем практически не возникает. Но там, где работают котельные, ситуация критическая. Муниципальные котельные, которые находятся в пользовании различных компаний, должны за газ 400 миллионов рублей. Особенно острая ситуация стоит в Куйбышевском и Красноглинском районах. Только одной управляющей компанией, Куйбышевской ПЖРТ, население задолжало 200 миллионов рублей. Общий долг компании перед поставщиками превысил 300 миллионов. Поставщики тепла наметили отключение горячей воды по Куйбышевскому району, начиная с 1 по 5 августа до момента полного покошения задолженности. В Красноглинском районе ситуация также сложная. Пока вот как-то вот удается ситуацию сдерживать, но административные ресурсы не беспредельные. Поэтому просьба руководителей двух вот этих районов особо обратить внимание на работу своих управляющих организаций. В Самаре почти 8 тысяч безработных граждан. Об этом сообщило Управление информации и аналитики при администрации города со ссылкой на городской центр занятости населения. Около 60% безработных – женщины, 27% – молодежь в возрасте до 30 лет. За неделю статус безработного получили 287 человек, около 200 – напротив трудоустроено. В целом уровень регистрируемой безработицы снизился до 1,7%. Предприятиям и организациям области сегодня требуется 8 тысяч сотрудников, были половины – вакансии для рабочих. По уровню общей безработицы регион находится на втором месте в Приволжском федеральном округе и на 13-м среде регионов России. Из-за острова Настрежень 48 воспитанников областных военно-патриотических клубов отправились в боевую кругосветку. На веслах в полной боевой выкладке ребятам предстоит пройти около 200 километров по Волге и Усе, по пути выполняя боевые задачи и захватывая тактические точки. Марш-бросок продлится около 10 дней. По итогам кругосветки лучших вояк торжественно наградят. Для Марины Серяковой из группы «Звездный десант» это первое настоящее испытание боя. Весла в руках никогда не держала, признается Марина. Но натерять мозоли девушка не боится. Ну, перчатки вроде нам сказали взять, я взяла, думаю, может, что поможете. Я только начала ходить туда из-за того, что там парашют. У меня была мечта прыгнуть с парашюта. Вот я прыгнула первый раз, прыжок буду второй совершать. За 10 дней боевые отряды восьми патриотических клубов пройдут почти 200 километров на Ялах. Ял – большая весельная лодка на 10 грибцов. Маршрут тот же, что и у Жигулевской кругосветки. Но ребятам по пути предстоит выполнить несколько боевых заданий. По плану там тактическая игра «Шквал», так называемое, условное название она носит. Это высадка морского десанта, будем говорить десанта на морское побережье, да, с воды на землю. С последующим развитием задачи, то есть подавлением опорного пункта противника и командного пункта противника. Заключительным испытанием для ребят станут прыжки с парашютом. По итогам кругосветки лучшим солдатам торжественно вручат награды на площади славы. Алексей Бюров, Алексей Кнор, Станислав Левин, ГИС События. Встреча с молодостью. В парках Самары играет муниципальный духовой оркестр. Музыкальная программа привлекает в основном представителей старшего поколения. Впрочем, определить возраст танцоров на площадке бывает затруднительно. Азарт и блеск в глазах, как у молодых. Секрет вечной юности пыталась разгадать Любовь Коренева. Взмах дирижерской палочки сигнал не только для музыкантов, но и для танцоров. С первыми же аккордами пары пускаются в пляс. Затейливые па и почти юношеский задор. С годами супруги Межевич не утратили ни того, ни другого. Не обратить на них внимания просто невозможно. Когда мы учились в учебном заведении военном, нас все мы обучали. Культуру поведения, танцы, ну и так далее. А потом уже жизнь. А пломб остался, вот этот вот, стержень и все. Классический вальс сменяет танго и фокстрот. С танцевальным рисунком последнего мало кто знаком. Но танцуют все равно все. Главное попадать в такт. То, что раньше называлось быстрым фокстротом, сейчас это у нас, может быть, любая быстрая песенка, типа на теплоходе музыка играет, или «Эй, вы там наверху», или еще что-то такое-то. Или «Ах, почему, почему, почему». Светофор зеленый. И никто из сегодня не скажет, что это фокстрот, но это по темпу и настроению, конечно, фокстрот. На 10 девчонок здесь уже не 9 ребят, а намного меньше. Впрочем, отсутствие партнера мало кого смущает. Мы вот подружки. Где нам все много? Их мало, а нас-то много. Воскресных танцев в Парке Победы пожилые люди ждут всю неделю. Завсегдаты и приезжают даже раньше, чем музыканты. Особенно тщательно готовятся женщины. Наряжаются с таким же волнением, как в молодости. Мы всегда стараемся выглядеть хорошо, потому что мы не унываем и считаем себя еще молодыми. Потому что нельзя быстро стариться. Надо стараться, наоборот, выглядеть молодо, чтобы продлить себе жизнь. Танцевальные площадки будут работать до октября во всех городских парках с 6 до 7 вечера. Любовь Коренева, Сергей Баскин, ГИС, События. Редкое торжество. Сегодня семейная пара ветеранов Великой Отечественной войны отмечает 65-летие совместной жизни. Эта свадьба железная, она символизирует надежность и прочность брака. Молодоженов поздравила Марианна Мирная. Вместе 65 лет прожить не море переплыть. За столь долгую совместную жизнь всякое бывало, признаются супруги. Детей Бог не дал, а в друг друге до сих пор души не чают. У юбиляров свой секрет долгой совместной жизни. Сейчас видите, как на стороне очень много других женщин. У моего мужа этого не было. У него он однолюб. Я тоже однолюбка. Поэтому мы были друг другу преданные. Мы прожили столько лет, не знаем ни другую женщину, ни другого мужчину. Вот в этом есть секрет. У Ольги Михайловны и Зиновия Марковича типичная история военного времени. Он солдат советской армии, она полевая медсестра. Редкие встречи в самоволках, потом, в первый послевоенный год, спонтанная свадьба в московском ЗАГСе. «Хватит, Оля, мне мозги туманить. Либо женимся, либо расстаемся», – заявил офицер Зиновий Разник. В подарок на свадьбу молодой жене он подарил билет на Анну Каренину. А сам остался ждать в фойе театра. Вот такая была любовь. Разговорились. И мне с первого взгляда понравилась будущая моя супруга Ольга Михайловна. У нас, конечно, не было, как сейчас говорят, секс там и все прочее. Мы побыли вместе эти три дня. Кроме поцелуев у нас ничего не было. Им обоим по девяносто одному, но сегодня, как и шестьдесят пять лет назад, они – молодожены. Большинство друзей и близких уже ушли из жизни, но супруги Разник утешаются тем, что они есть друг у друга. Марьяна Мирная, Алексей Золотенков, ГИС, События. В минувшую пятницу трещина в асфальте сквера на проспекте Ленина шокировала прохожих. Настолько глубокая, что через нее горожане увидели вагон метро. Волна 3D-рисунков дошла и до Самары. Целый день художники рассчитывали пропорции. Ошибки в этом деле непростительны. Лишние наклоны, 3D-эффект будет потерян. Четыре коробки мелков и уголь. Для запуска метрополитена в сквере этого оказалось достаточно. Работа кропотливая, но самарские энтузиасты техникой овладевают на ходу. Специальных курсов обучения техники 3D в Самаре пока нет. Западный опыт перенимают из интернета. Команда, как говорится, насчитывает порядка 50 человек. Но кто-то когда-то может, кто-то когда-то не может. То есть я рад всем. То есть даже если приедут 2-3 человека, если даже я окажусь один, я всегда буду рисовать. Железнодорожный провал создавали в три руки. На это ушло около 8 часов. На Западе, чтобы дольше сохранить картинки, рисуют баллончиками. В Самаре произведения на асфальте сохранятся до первых дождей. Работы заинтересовали прохожих. Вот где есть дети, там нужно рисовать такие рисунки. Во-первых, это интересно, это как игрушка им будет. А потом тоже будут, может, в будущем тоже заниматься такими рисунками. У них проявится интерес в художественном творчестве. Кстати, художникам уже поступают заказы от самарцев. Жители одного из городских дворов пригласили ребят украсить их территорию. После того, как получат разрешение на использование аэрозольных баллончиков. Алексей Кнор, Яна Пистунович, Станислав Левин. ГИС. События.